Коллеги, наша география постоянно расширяется. Рядом со мной представитель посольства Чехии в России. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Томаш Гард, я торговый советник и заместитель посла Чехии в Москве. Насколько я знаю, в этом году у вас есть продукты питания, но нет представителей-производителей. Расскажите, какие ваши желания на этот год, на нашу выставку и какие чаяния на следующий? Вы знаете, поскольку наша торговля и история нашей торговли уже длинная и традициональная, мы в этом году стараемся понять, я бы сказал, пост-ковидный российский рынок. То есть мы стараемся посмотреть и узнать, если то, что работало до ковида, работает и будет работать после. Мы как бы мысленно разделили наше представление в этом году на две такие большие группы. Первое, что называется пост-ковидная удаленка или пост-ковидная home-office-life. То есть то, понимаем, что много кампаний в России и дальше последовательная выставка на работе полностью, а также много людей на удаленке, то есть работают дома, но все равно они хотят от этих людей те приятности, которые привыкли к офисной жизни, то есть и быстрый кофе, и кофе с автоматов, и быстрые завтраки. То есть просто они хотят оставаться на работе, но не хотят, на работе дома, но не хотят тратить время на долгую подготовку едут. То есть первая такая часть, это инстантное питание или кофе, так я бы сказал, быстрые вещи для дома. Это потому, что общаясь с представителями многих ритейлеров, мы узнали, что как бы часть российского рынка переходит туда, и мы хотим как бы убедиться, что это действительно так. А вторая группа, это то, что многие россияне знают, потому что сотни тысяч людей ежегодно из России посещают Чехию, и, конечно, они там проводят время хорошо, интересно, и узнают многие локальные чешские продукты, в том числе и алкогольные. То есть это, конечно, и пиво, и кредные нахитки, и та известная бехеровка, и вино. Потом многие из них закупают, берут себе домой, и потом его просят, когда кончится, просят. Вторая группа, это, я бы сказал, алкоголь, но не только алкоголь, это алкоголь с воспоминаниями. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, стоит ли в следующем году нас ждать вашу делегацию уже с представителями производителей, продуктов питания, каких-то продуктов национальных, алкоголя и так далее? Обязательно. Обязательно. Я это говорю не просто так. Я это говорю, потому что мы уже оплатили место и участие на следующем году. И просто мы уже, я бы сказал, мы уже сегодня разговариваем, обсуждаем и думаем про следующий год. Это такая, я бы сказал, невидимая часть моей работы, как представителя посолства в Москве, узнать, что больше информации таких внутренних из того, как происходит выставка, кто приходит на стенд, кто чем интересуется, чтобы наше присутствие было, знаете, как говорится, чтобы оно звенело, чтобы просто там это была полная десятка. Мы надеемся, что выставка в этом году не разочарует вас и покажет, что огромное количество представителей разных стран приезжает к нам сюда и находят своих партнеров. И надеемся до встречи в следующем году и познакомиться поближе с продуктами чеки. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Спасибо.